Я рада вас приветствовать, это Ксения Собчак и прямо сейчас здесь на радиостанции Серебряный Дождь происходит барахолка барабаки. Вы не представляете, огромное количество людей, толпа у входа атакует радиостанцию, люди заняли все примерочные. И здесь вот просто такое столпотворение, чему, конечно, я очень рада, потому что сегодня мы, как и каждый год, собираем деньги для Починковского дома-интерната. Там есть невероятное яркое пальто мужское, которое, в общем-то, парень может приобрести на следующий сезон. Поэтому всем спасибо, кто присутствовал, кто купит и поможет, в общем-то, детскому дому. Да, ну, в общем, Влад поскромничал, конечно, огромное количество вещей он отдал нам, и в том числе свои фирменные толстовки-то есть там? Я сегодня ее продам, нет, я специально в ней пришел. Вот, давай, расскажи об этом. Я сегодня в ней пришел, в свои толстовки, и, вы знаете, пока ехал в машине, подумал, почему бы не сделать еще одно доброе дело. Просто, если кому-то вдруг понравится, она сейчас на мне, кто здесь есть у нас уже в студии. Почем? Почем отдашь? Отдам тому, кто предложит больше, потому что я могу даже расписаться. Это Катя Добрякова уже вступила в беседу. Да, потому что, ну, я готов... Плохая толстовка, может быть, мне тоже нужно... Вот, давай, пока мы здесь, она не выйдет из студии. Пятьсот рублей даю. Ну, малышка, ну, пятьсот рублей, ну, надо хотя бы как-то чуть-чуть набавить. Я даю тысячу, хорошо. Полторы. Вот, пошел торф. Большая, большая. Ничего, я не могу. Нет, она на какой же вы сказали? А? За две берете? Она берет, она предложила две пятьдесят. А вы крупнее? Не очень. А можно зеркало? А я не знаю, где здесь зеркало. А есть зеркало? А я не знаю, где здесь зеркало. А вот зеркало, вот. Мне нет. Мне вообще ничего не жалко. Рубашку не могу, потому что я голый. А фигуры не очень. Тогда больше бы дали. Так я же сказал сразу. Нет, я говорю, за рубашку бы торги начали. Ну что, вы будете примерять? Я даже не буду примерять. Да, просто забираюсь. Ну. Что? Муж на помощь? Муж есть? Есть. Ну, я посмотрю, как на вас. Если на вас, конечно, лучше, то, конечно, не нужно. Она, во-первых, она повыше, и потом у нее, мне кажется, муж не маленький. Ну, вы тоже не особенно, конечно, крупный. Хочу вам сказать. Тоже большая. Она очень уютная, да? Это правда. Боже мой, ты прирожденный торговин с толстовками. Вот, вот, кстати, девушка. Влад, а за сколько у вас удалось продать толстовку? 2500 рублей. Как спуста. Как спуста. Так что мы увидим, что все здесь происходит в реальности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.